Друзья, всем привет! С вами Паша Городевский, я старший партнер в компании Elite Startup. Перед тем, как перейти к теме видео, обязательно посмотрите наши крутые профессии Product Manager и Agile Coach Scrum Master по ссылке в описании. У нас еще ведется набор, он уже заканчивается, но вы можете успеть получить крутые и актуальные для рынка знания. И что самое важное, знания и навыки в сфере IT, потому что тема сегодняшнего видео – как айтишнику уехать из России. На самом деле, ну я думаю, все там, ни для кого не новые, все понимают, что сейчас для айтишника сделать это, наверное, чуть проще, чем для ребят из других специальностей и других профессий. Я ни какой-то там Америки не открою, я дам сейчас такие довольно поверхностные советы, но три самые ключевые, на мой взгляд. Первое, на самом деле самое простое, когда вам даже почти ничего не нужно делать, это сейчас довольно многие компании перетаскивают своих сотрудников прям целыми офисами, целыми командами, работать за границу, либо в другие офисы, либо просто в какой-то удаленный хаб. В этом случае нужно что? Нужно сказать «да» и купить билет. Чаще всего некоторые компании оплачивают, некоторые нет. То есть это такой самый простой путь, на самом деле, который сейчас для многих, ну такой является простым способом, когда самим ничего делать не нужно, уехать, присмотреться, принять дальнейшие решения. Другие пути чуть более сложные, но опять-таки, если вы востребованный специалист в сфере IT, скорее всего, он увенчается успехом. Что здесь важно? Первое, это всегда помнить о том, что если вы в холодную заходите в поиск работы через различные сервисы, да, по типу Headhunter, только мировые, например, Indeed, да, который является лидером на рынке, по сути это Headhunter по всему миру, да, не только в России, то здесь важно помнить, что статистика, 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 так же, как с продажами, да, вот это вот средний там процент по проценту конверсии на рынке будет работать и здесь. Ни в коем случае не откликайтесь на три позиции, не пишите к ним вот такие вот огромные сопроводительные письма, и потом не расстраивайтесь, если вам никто не ответил. Статистика, разослали тысячу откликов на все позиции, дальше ждем по математике возврата этих инвестиций, этих усилий, дальше будете уже договариваться. То есть просто самая основная ошибка, которую наблюдаю среди там даже своих там друзей, своих коллег, когда люди откликнулись на 10 позиций, и потом не могут понять, почему мне отвечают, говорят, походу я никому не нужен. Нет, это не так, походу вас просто не видели, потому что обычно на одну позицию, если это хорошая позиция в сфере IT, откликаются прям сотни человек, где-то тысячи. Как вас заметят, скорее всего сложно вас заметить, поэтому верный способ. И способ такой самый проактивный, на самом деле самый эффективный, мы этому опять-таки учим на своих потоках, да, это способ получать то, что вам нужно через сеть нетворкинга, через проактивную работу, через визибилити в комьюнити, а не через там, да, там HR, не через Headhunter. Это ведение социальных сетей, это общение с лидерами мнений в вашей индустрии, это общение с топ-менеджерами в компаниях. Я не говорю, что нужно прям всем кидать резюмешку и писать, возьмите меня на работу. Можно интересоваться, спрашивать совет, можно делиться мнениями, можно обращаться к людям, как и к экспертам в своей сфере. То есть активное ведение социальных сетей, активная, в принципе, работа над своим имиджем, профессиональным, она почти всегда воздастся гораздо с большим ROI, чем просто в холодную поиск работы через Headhunter, там, да, и его аналоги мировые. Почему? Потому что, как вы знаете, замечают тех, кто самый яркий, кто обладает визибилити, обладает имиджем. Вы, я думаю, тоже прекрасно понимаете, что вот вы, например, спроси вас, да, там, несколько самых ярких, знакомых вам людей в профессии, да, там, не из тех, с кем вы работали лично. Вы назовете тех людей, кто активно прокачивал социальные сети, работал над своим имиджем, был частью комьюнити, публично выступал, участвовал в конференциях. То есть это те люди, которые работают над своей карьерой. Вы можете стать таким же человеком, это очень мерзко, это очень больно, вы будете не хотеть это делать, но если вы это сделаете, вы поймете, насколько на самом деле быстро можно получить то, что вы хотите, не только внутри России, да, но и за пределами, но и на мировом рынке, особенно учитывая, насколько IT-специалисты сейчас ценятся по всему миру. И мы, соответственно, на профессиях тоже, в том числе, этому учим, да, то есть как получать то, что вам нужно, когда вы этого заслуживаете, не проходя через, там, фильтры HR агентств, не проходя через какие-то формальные, непонятные условности, когда вас то ли заметили, то ли нет. А как сделать так, чтобы хотели вас? Не какого-то конкретного человека, не какого-то абстрактного человека с набором навыков, похожими на те, что у вас, а именно конкретно вас. Под вас создавали позицию, вам говорили, окей, Иван, let's try to do this. Это было зря. Чтобы именно конкретно вам говорили, что окей, давай попробуем, давай сделаем, давай вот. И когда это идет сверху вниз, да, а не снизу вверх от HR, от вашей резюмешки, в этом случае проще всего получить то, что вы хотите, получить трудоустройство, причем достойное, а не просто взять, причем достойное трудоустройство, а не просто чтобы, да ебтать, причем достойное трудоустройство, а не просто что попало, лишь бы просто куда-то уехать и работать не в России, получать валютный доход. Так что работайте над своей карьерой, развивайтесь и в первую очередь прокачивайте нетворкинг, социальные софт-скиллы. Почему? Потому что в хардах, понятное дело, что если вы сейчас это смотрите, вы, скорее всего, и так прокачанный специалист. Но вот в софт-скиллах тут загвоздочка. Многие этим не занимаются и не хотят и боятся. Будете заниматься, будет очень крутая отдача, я вам обещаю. Всем спасибо, всем пока. Я сказал всем, всем спасибо, всем пока. Бля, чувак, это было очень сложно.